В селе Львовском прошло собрание с активом граждан. Отчёт о работе администрации за полугодие предоставил глава поселения Эдуард Попов. Грейдировались и отсыпались улицы, устанавливалось уличное освещение. Производились работы по благоустройству и наведению санитарного порядка. Многое сделано благодаря участию в краевых программах. К примеру, новый сквер в центре села, преобразившаяся спортивная площадка, отреставрированные памятники участникам Великой Отечественной войны. Однако вопросов от пришедших на сход людей было не меньше. Жители хутора Новоивановский и Красный жалуются на низкое напряжение в электрической сети. При этом газа здесь нет, многие отапливаются светом. «Вся жизнь заключена на электричестве, а его фактически нет». «Подавайте заявки на увеличение мощности. Подавайте заявки, будут проводиться. Кстати, на Новоивановском не так давно была реконструкция по линии по центральной улице». Однако заявка на увеличение мощности будет не бесплатной. Некоторые из пришедших интересовались вопросом покоса сортной растительности на территории поселения и тем, кто должен выполнять эти работы на придомовых территориях. «Никто не придет к вам домой, у вас очень много жителей. Администрация оплачивает со своего бюджета покос, благоустройство и содержание поселка. Бюджет львовского поселения дефицитный, действительно он очень мал. И в прошлом месяце нами был предоставлен из районного бюджета кредит на выравнивание сбалансированности бюджета львовского поселения. Если бы он мог направлять больше средств на покос травы, я уверена, он бы это и делал». Звучали вопросы и о состоянии местных фельдшерско-акушерских пунктов. Один из них находится на хуторе Парона Покровском. «Письменно даже обещано сделать ремонт. Писано было в 2023 году. Понятно, что скорая зима, у нас там трещины, туалет на анулилеса, окна дует». «Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе, еще и в итоге Николаевна. Планируется в сентябре этого года провести ремонт ФАПа». Еще в худшем состоянии ФАП на хуторе Новоивановский. По сути, это старая строительная бытовка без полов и канализации. «Ремонт и реконструкция действующего ФАПа – это нецелесообразно. Администрации района уже найден земельный участок, на который мы подадим обязательно заявку. И в ближайшие годы это будет быстро возводимый, как коллега наша озвучила, что из других поселений вы можете видеть. В Калужской работает прекрасный ФАП. В следующем году в поселке Октябрьском будет построен 11 месяцев срок строительства с новым современным оборудованием, новыми стенами, новым туалетом». По-прежнему людей волнует вопрос оборудования тротуара и освещения на улице Дзержинского, которое является краевой дорогой. Министерство транспорта и дорожного хозяйства края пообещало выполнить просьбы жителей.